Всем-всем-всем привет! Вот я и дома. Девчата, сегодня 28-ое, по-моему, число. Смотрите, какие тучи. У меня время 5 часов. Я приехала, ну, где-то в 2 часа домой. Сегодня меня выписали из больницы. Приехал меня знакомый, забрал. Смотрите, какая красивая природа. Ой, я в руках держу, и у меня рука трясется. Сейчас закрою окно, потому что на улице морозно. Вот тут я уже подмела. И вот там вот подмела снежок. Видите? Ну, морозец. 10 градусов-то было. Ладно, закрываем окно. Я пришла. Мы заезжали на базу, кое-какие покупки сделали, девчата. И я начала с того, что поменяла вот свою постель. Здесь сейчас одену вот под деяльник. Принесла любимый мой Василёк. Ну, и пропылесосила. Пропылесосила веранду и вот тот вот коридорчик, который за дверью. Всё. Сейчас это вот застелю, и пойдёмте с вами вниз. До больницы на третьем классе. Вот я связала носочки. Смотрите, какие классные. Девочки, не обращаем внимания. Мои пальчики. Вот я их все замуровала. Видите, как заклеила. Только пришла, намочила воду, там у меня в больнице всё подсохло. Сразу же у меня обострилось. Может быть, на воду. Я вообще ничего не понимаю. У меня все пальчики зажили в больнице. Все. И я приехала. Видите, что творится. Всё. Сразу заболели снова пальцы. Здесь я вязала 4 нитки. 2 и 2, по-моему, так. В общем, они не стерны. Два носка классные. Резиночка, всё. Так, у меня где-то запись лежит. Черновая. Вот. Ну, я тут всё понимаю. Потом буду ещё вязать носки. Такие вот тёплые. Именно вот тёплые. Сейчас я поставлю в этот камеру. Буду одевать свою постельку. Застелила чистенько. Сейчас пойду покупки там быстренько поубираю. Помоюсь. И буду балдеть. Сидеть и отдыхать. Как приятно оказаться дома. Девчата, сегодня нас выписали. Вы не смотрите на меня. Я ещё не принимала ни душ, ничего. Ну, как всегда, женщина домой приходит, чем занимается. Быстрее хватается за что-то. Я вот схватилась. Ну, за что я схватилась? Конечно, за постель, пылесосить. Покупки всё бросила. Там, может быть, всё уже и растаяла у меня. Ну, сейчас дойдём до покупок. Вообще, пролежала я 12 дней. Все мои рученьки там поджили. Домой пришла. Только раз намочила, и всё, девчата. Мочить вообще руки, я как поняла, нельзя. А может быть, это моя вода так действует на моей ручке. Без понятия. Про больничку. Кому-то не понравилось слово больничка. Человек пришёл в ужас, что я так говорю. Ну, это их проблема. Я говорю ещё раз. Как говорю, да? Так, что-то я запуталась. Мне вот этот угол надо вытащить. В общем, встретил меня мой знакомый. Свозил меня на базу. Говорю, Юрид, поехали на базу сразу. А то потом я ничего этого не принесу. У меня нет спины. Отнялась спина, девчата. Ну, Юрик меня свозил. Мы там хорошо отоварились. Зима же подходит, да? Нужно же всё это купить. Ну, мы сделаем туда ещё наезд. В скорости. Съездили. Он мне всё-всё, девочки, домой привёз. Всё занёс. Молодец. Ну, я его знаю с молоду. Друг хороший. Вот. И пришла. Думаю, ну чё, пойду дровишек. Правда, Костя натопил. Дома жарко. Я зашла, думаю, чё, Наташа сказала, что Костя тут мёрз. Ну, может быть, первые дни он мёрз, потому что нетопленный дом был. А я пришла. Ну, жара. Прям жара в доме. Говорю, как же это. Мальчишка топил. Молодец. Всё, чистота, везде порядок, на кухне. Вся посудка чистая. Умничка. Чё сказать. Ну, он работал, прибегал, бедно ночевал, да и всё. Ему тут некогда было чем-то, чем-либо рассусоливать, да? Ой, сейчас я одену. Пойду кофе попью. И разложим продукты. А то действительно у меня там поплывёт всё. И приму душ, хоть спины нет, всё равно залезу в душ и помоюсь. Я там помылась, девочки, в больнице. И как бы подпростыла. Как давай чихать. Все дни чихала. Это ужас какой-то. И кала, и чихала. Ой. Лежали вдвоём в палате. Как королевны. Двухместная палата. Вот, я там девчатам своим сбрасывала палату. Соседка у меня была просто чудо. Замечательный человек. Ну, иначе быть не может. Да? Конечно. Ой. Ну, я-то домой поехала. Она поехала на русский остров. С русского острова. Её привезли. Ей делали операцию. И опять сегодня увезли на русский остров. И будут делать такую операцию, как мне уже штифты ставить. А до этого ей грудную клетку разрезали. Брали. Брали, девочки, вену с ноги. Вытаскивали сердце. Вот та была очень опасная. Ой, какая красивая кровать. Просто любуюсь, как хорошо быть дома. Моя коечка. Не коечка, а диванчик. Диванчик. Красота. Люблю свой дом, девочка. Обожаю. Вот я домой пришла. У меня совсем другое настроение. Постелька чистая. Тёплое одеяло убрала, потому что спина болит. Думаю, это я буду им застилать, расстилать. Оно такое тяжёлое, вот такое толстое. Убрала. Вот такой вот пледик нашла. Пледиком прикроем. И пойдёмте на кухню. Купила я рыбки сегодня свежие. Маркушки нарезала. Прям такой в тёплой водичке. Накормила. Сейчас, наверное, он там будет проситься у меня на улицу. Вот. Вот этот, кстати, плед мы с Верой покупали в нашем светофоре, девчата. Мне понравилась такая расцветка. Что я купила. Так, я сейчас пойду, наверное... Уже на улице темнеет. Шесть часов. Уже прям вот темно-темно. Ну, видите, уже сумернично. Всё. Пойду, наверное, возьму себе переодеться. Да? Фух. И пойдём вниз. Сейчас вам кое-что покажу. Сидела перед больницей, перед тем, как лечь, с кавказской... А! Видите, какой я коврик связала? Подножки себе. Это кавказская двойка. Вот этих штучках. А вот это мне приносил Костя. Давно-давно он купил вот такой вот моток в секонд-хенде. Приходит, говорит, я тебе пряжу принёс. Я говорю, ну, пусть лежит. Она такая плотная, девчата. И получился у меня вот такой вот коврик. Но хвостик, видите? Хвостик я оставила. Вот он. Я буду... Буду ещё-ещё и вязать, и вязать, и вязать. Вот вокруг него. Это подножки мне. Вот. Вот с таких вот мотков. Вот эти вот. Вот эти вот моточки. Я их никуда уже не буду запускать. Раньше я покупала вот такие маленькие мотки. Попадаются мягкие. Попадаются в основном они жёсткие. Вот такой вот был фиолетовый. Я фиолетовым вязала, Верочке, этот светерок. Он настолько был мягкий-мягкий. Она его усиленно приносила. Вязала я его вот так снизу. Рукавчики вязала. И вот тут вот уже соединяла. И шла вверх. Ладно, девочки мои дорогие. Сейчас всё бросаю. Спускаю вниз. Всё. Идёмте. Покажу, что я сегодня купила. Мне надо быстренько помыться. И я кушать хочу, если честно уже. Девчата, одеваю вот такие перчатки. Я же пока там прибиралась, взяла и пластырь сделала. Но пластырь ещё хуже. Вообще. Лучше-то добые в клей. Но сейчас я одену перчатки. И буду работать в перчатках. И мыться, по-видимому, буду в перчатках. Таких вот. Туда кальки сыпанула. Короче. Как прям в операционную готовлюсь. Купила, девочки, масло. Так, ну и кофе я с собой брала. Я высыплю. И хочу сказать. Ездили на базу, купили. Так, вот такие яйца. Какой-то тут знак. КПТФ. С1. Вот. Спрашиваю. Мальчики, говорю. Яйцо свежее? Свежее. Вчерашнее. Я говорю, сертификат есть на него? Есть. Я говорю, посмотрите, от какого числа. Тогда я возьму больше. Посмотрели. Говорит, от 25-го числа. Ну, давайте, говорю. Я взяла 5 ячеек. Вот 2 сейчас я в холодильник загружу. А 3 там ячейки у меня в коридоре. Я их отправлю в этот. В подвал поставлю. Потом масло, девчата. Сейчас, мои хорошие. Где-то у меня еще масло. В разные там места забегали. Я купила масло. Кто брал, напишите. Черниговский. Янтарь. Масло соевое, растительное, нерафинированное, высшего сорта. Холодный отжим. Изготовитель. Село Черниговка. Срок годности 6, по-моему, месяцев после вскрытия. В общем, девчата, я не знаю. Я первый раз вот такое вот масло. Первый раз беру. Оно в разных расфасовках. Вот это, по-моему, 135, что ли, рублей стоило. Но я что-то побоялась большой брать. Хотя раньше только и пользовались соевым маслом. Думаю, ладно, я возьму на пробу. Если мне оно понравится, я туда проеду. И куплю еще пару вот таких вот банок. Вот такого масла подсолнечное, воронежское. Ой. Воронежское, рафинированное, дезодорированное, вымороженное. Высший сорт. 4,6 литра. Так, сейчас я прочитаю, вам скажу. Так, масло подсолнечное. 18 месяцев срок хранения. Кто выпускает? Ну, наверное, же Воронеж, я так думаю. Я не вижу. Российская Федерация. Хоть неси этот. Девочки, Владивосток. Вот кому верить, да? Воронежское масло. Но производит Владивосток. А может быть, Владивосток закупает? Вот такое оно светлое. Ну, тоже посмотрим. Я его взяла 3 банки. 3. 3 банки. Так, что я взяла? Я взяла фарш утиной, но не растаял. Фарш утиной вот такой. Вот такие тубы. Я обычно в красных брала, а это вижу... Есть утиной? Улыбина называется. Так, 900 грамм. Продукт из мяса птицы. Полуфабрикат рубленый. Во! Состав. Мясо окорочка утки. Филе утки. Кожа утки. Мясо утки. Механическая обвалка. Так, так, так. К свету становлюсь. Срок годности. Не более 240 суток. Ой, нос. Нос болит. Так, их я взяла 3 штуки. Ценники. Уже помоюсь. Тогда вам скажу. Потому что цены у меня все в этом телефоне. Вот 3. 3 купила. Это я сейчас отнесу. Ой. Отнесу, несу, несу. Куда я несу? Ну, конечно же, в ладь. Я не знаю, куда я там буду вмещать. Этот холодильник полный. Я думала, по крайней мере, Костя будет доставать с холодильника продукты и есть. А он мне еще накидал здесь продукты. Понимаете? Но готовил, мальчишка. Готовил. И дочка приезжала. Готовила. Так, фарш. Что-то я сейчас отнесу. Так. Что еще взяла, девочки? Я там купила ножки. Ножки. Вот такой пакет минтая взяла. Минтай прям хороший-хороший. Я сейчас себе отложу, сколько мне надо. Смотрите, чистенький. Абсолютно чистый. Без головы. Без вот этих хвостов. Целую минтай, но уже маркизик мой съел. Я сейчас положу себе и завтра сделаю, знаете, как в специях и в духовку. Морковочки, лучку, чуть-чуть туда водички. Перчик, конечно, сольки. И в духовку, чтобы она помлела, помлела. Это будет очень-очень вкусно. Можно сметанкой полить? Там, кстати, по-моему, сметана Костя принес. Не знаю. Так, ладно. Это мне надо посудину. Посудину какую-то. И положить. А посудину я найду. Сейчас. Огурцы я вытащила и вымыла посудину. В общем, девочки, я ссуечусь. Я еще от больницы толком, как бы не отошла. Не отошла. Ну и сразу взялась, видите, то снежок отгребла. Дровишки пошла, принесла. Уголька ведро. Ну, в домика тут у меня в домике был. Вот посудину дочь мне дарила. Она с крышечкой. Очень удобная штучка. Я сейчас положу. Ну, сколько там мне? Раз. Я же не одна. И маркиза надо здесь кормить. Да? Две. Большая. Так, не помещается. Три. Ну, четыре рыбешки. Вот четыре. Я их потом порежу пополам. И накрою вот крышечкой. И поставлю это дело в холодильник. Наташа мне привозила печенье, булочки. Печенье на завтрак приехала. У нас там еды было полно. Мы даже в магазин не ходили. То Наталья привозила, то привозили моей соседке, родственнике. Тоже много еды. Короче, мы, я, наверное, поправилась. Надо взвеситься. Сейчас тоже пакетик в пакетик положу. Купила свиных. Это понесу сейчас в холодильник, в морозилку туда. Купила девчата свиных ножек. Это мы были на Бородинской на базе. Там есть оптовая торговля, есть розничная торговля. Ну, пошли в розницу. Чего только нет. Но нету только у людей денег. Народу мало. Ходят так, но мало. Совсем мало людей. Ой, ну я отоварилась все-то много-много. Намного, конечно. Вот это масло. Масло вообще было 620. В магазин, девочки, 700-800. Такая фляжка, 5-литрушка. Я икаю 4 дня подряд. Не могу, уже устала. Вот это масло. Это 135. А вот это, по-моему, 540 рублей. Но я потом ценники, вот эти суммы озвучу, что за сколько я брала. Так, теперь. Три ножки свинячих. Вот таких я взяла. Три ножки. И у меня еще лежат. С прошлого года. Вот, три ноги. Ну, буду варить холодец. Перед Новым годом я сварю, я сварю. Если я варю, то огромный вот этот таз эмалированный. Вот, я в ведре варю, в ведре. И разделаю в большом-большом тазу. И унесу на эту. Или в подвал, или вот сюда в коридор он застынет у меня. Или же можно даже на улицу вынести. А потом ходи вверх. И взяла ребра, девочки. Вот такое ребрышко. Видите, мясистое. Что-то двести, двести, двести. По-моему, двести шестьдесят рублей. Кот просится. Холодно на улицу. Сейчас заберу. Сейчас. Не ной. Ну, короче, два ребра. Мясистое. Смотрите, какие хорошие ребра. Видите? Два ребра взяла. У меня ребра закончились. А мяса полно. Мясо, говорю, я не хочу. Мясо перекручу на фарш. А вот ребро для первых блюд. Само-само то. Сегодня я рубить, конечно, не буду. Вот. Я вам показала. Мне сейчас главное вот это отнести в морозильник. Кота запустить. Так, тут что у меня? Рыба. Фарш. Рыба. Ой. Боже мой. Как тут спина не будет болеть. Это спасибо Юрик. Носил все. Не давал мне ничего нести. Вот. Что значит хороший друг, да? А так, хоть караул кричи, девчата, вообще. Это так я сходила на магниты. Сходила на магниты. И у меня приключения случились. Сходила на магниты. Сходила на магниты. Я потом вам все расскажу. Сейчас что? Шуршу. Шуршу. Будут меня ругать, но я шуршу. Немножко здесь вот вытру все. В общем, девочки, отключаюсь, пойду все это немножко приберу, залезу помоюсь, потом сяду перекус и уже с вами тогда пообщаемся. Хорошо? Потому что я еще... Ой. И в перчатках тоже плохо. В перчатках тоже не активить. Но это пока не снимаю. Все. Далеко не убегаем. Хорошо? Я помоюсь и вернусь к вам. Девочки, у меня уже 8 вечера. Что-то я намылась, да? Все пока убрала. И у меня такая усталость. Я уже ничего не хочу. Я уже и есть не хочу. Но огурчик соленый. Как мне съесть? Вот беру. Просто хрущу. Сейчас попью кофе. на виду. Потому что надо что-то отдохнуть. У меня спина опять прихватывает. Спина не отходит. Никак. Поэтому попью кофе. Порежу рыбу на завтра. И пойду в свой кабинет. Вот. А завтра буду делать рыбу в духовке. Я сейчас покажу вам. Рыбу сделала в духовке. И у меня лежит капуста. Ну, этот вилок я чищу, да? И большой вилок еще лежит. Гляжу, тоже начинает он портиться. Видите, что? Вот наша приморская погода. Смотрите. Вот так вот у нас бывает. Вот сколько я листа сняла. Она все черная-черная. Но это я ее завтра пережарю. Луковица вот здесь. Три яйца себе оставила. Остальные сложила. Часть. Две ячейки сложила в холодильник. А остальное в коридоре. И буду нажарю капусты. Наделаю пирогов завтра. Сейчас, девочки. Наделаю пирожков. Потому что пирожки прям я хочу. А тут еще у меня раздразнила дочь вчера. Говорит, мама, я столько пирожков настряпала. А Костя, ты думала, нет. Костя, тут уже. Ну, что, Снежок пошел. Что, он побежит за пирожками, что лежит. Ну, вы ему-то оставьте. Она говорит, ну, конечно, оставит. Ну, завтра я буду сляпать. А сегодня буду отдыхать, девчата. Я так устала. Просто, просто, просто нету сил. Сейчас буду пить кофе. Ну, пока кофе у меня пускай остывает, да. А мы с вами порежем рыбу ментай. Смотрите, какая рыбеха. Просто шикарная. Просто шикарная. Рыбка чистая, беленькая. Я почему сегодня на нее и позарилась. Обычно я ее не беру, но я ее сделаю вот так пополам. Видите, все руки мои раскисли. Вот, чтобы мне, главное, накрыть, а то хвост не влазит. И завтра высплюсь и буду готовить. кот у меня наелся. Сегодня такой счастливой рыбы. И опять пошел на улицу. Говорю, ты на улицу? Да. Пошел. Ну, говорю, иди. Видите, прям белое мясо. Хорошее, хорошее. Ментай, когда такой не очень, его видно. Была, была там горбуша, была кита, девочки, огромадная. Вот с длину моего стола. Ну, куда это? Это она потянет. Ой-ой-ой. Рыба большущая была. Потом была камбала, жировая. И была камбала, желтобрюшка, но она такая была тощая, что я ее брать, честно, не стала. Она тощая, тонкая. И с головой. С головой не хочу. Девчата, я села, намылась. Ну, тут общалась, девочки пишут. Всем хочу сказать огромное спасибо, кто писал, кто поддерживал меня и в больнице, и сейчас вот дома. Я настолько устала, вот расслабилась, намылась, да, напарилась. И думаю, ну что, сяду, яйца хоть с салом пожарю. Ничего не хочу жарить. Как бедный нищий. Нашла кусочек сыра. Сыру? Грызу сыр. А я люблю такой, чтобы он уже был такой подсохший-подсохший. Жесткий. Угу. И пью кофе. Потом гляжу, там, Костя что-то мне понакупил. колбаска. Сырокопчёная, коньячная, вот такая. Думаю, кусочек съесть. Даже давал коту. Ну, коту-то нельзя такое. Жирная. Я тоже не буду. Жирная. Вкусная. Нет, ещё одну съем. Ммм. Угу. Что вкусная. Так. Ну, главное, коньячная. Сейчас забалдею. Ммм. Вкуснота. Я убираю в холодильник, потому что не буду. Жирная. Ой. Вот устала, девчата. Даже кушать не могу. Сейчас кофе выпью. Пойду на свой диванчик. Включу компьютер. Полистаю. Мне там кое-что надо сделать. А уже видео буду полностью, полностью врубаться в работу с завтрашнего дня. Сейчас, минутку. Ой. Спина болит. Спина не отходит. Нужно купить лекарства. Нужно купить уколы. И нужно идти к неврологу. Со спиной. Ну, по больнице я вам расскажу завтра, девчат. Потому что у меня эта тема уже как бы вот тут сидит. Даже не хочу о ней говорить сейчас. ой, какой кофе вкусное. Вот. Сейчас у руки пойду, БФ намажу этим клеем. Будет пищать, визжать. Оно ж будет щипать. Но намажу. Вот. Я вам тут скажу, суд прошел. Шестнадцатого был суд. Но Вера пришла неподготовленная к суду. Она что-то растерялась. Не взяли бумажки речь верну. И девчонка начала немножко там тупить. Ну, судья нам дала прям пояснила. Так все рассказала. Говорит, Вера, если ты стесняешься или там растерялась объяснить там, что и как, и почему, значит, вам же пишет юрист читать по бумаге. Но этот раз Таня будет писать ей речь на бумаге. Она будет читать уже по бумаге. Я не могу ничего говорить в суде. Я только слушатель, девочки. Вот. Она совершеннолетняя и только она может говорить. До восемнадцати лет говорила, ходила я. И если бы ей вот сейчас было до семнадцати лет, я бы быстро там ответила и по полочкам бы все разложила, что, как, и где, и почему. Девчонка, во-первых, туда не ездила. Там не жила. Ее спрашивают такие вещи, о которых она вообще не знает. Но суд будет тринадцатого декабря. Я думаю, последний. Вот. СЭС были три человека. Одна с Артема и двое были с Владивостока. Их опрашивали. Ну, эту юристку происполкома. И вот Вера Столяна растерялась. Девчонка. Но ничего. Ничего страшного. Так что тринадцатого пойдем. Решающий бой будет. И он последний. Я так думаю. Ой. Пью кофе. Какое блаженство. А блаженство от того, что я дома. В общем, показалось вам, что я вышла. Я дома. Завтра высплюсь. Мне надо, девчата, в аптеку сходить. Но я схожу, да. Потом еще кое-куда пробежаться. Здесь на деревенской, на базе деревенской. Я пойду. Там посмотрю. Мне кое-что нужно посмотреть. И... И что-то я еще хотела. Я вам хотела сказать, что же я сегодня, на сколько же я купила. Чего? Сейчас откроем. Вот. Так. Вот яйцо, девочки, я заплатила за пять ячеек тысяча восемьсот рублей. Краска была. Заметили? Вот прежняя краска очень долго держалась, такая коричневатая. Ну, сколько я там эту поносила? Она вот уже белесая. Это светлее краска, не такая. Потом, значит, 383 рубля. Это, видать, навага. 1656. Так, это что у меня? 1656. Это, наверное, два ребра и три ножки. И три этих... Как они называются-то? Уже забыла. Три батона фарша. Индюшки. Но я такой не брала. Я брала всегда красный. Посмотрим, какой будет этот. Вот. Новосибирский. А я брала с запада откуда-то тот был фарш. Потом, что я еще купила? Я много чего купила. Ой, на Валберисе купила. Девочки, машинку-то купила. Обзор сделаю потом. Полноценный. Я купила себе оверлок, да? Надо сходить вот ниточки еще купить. Потому что там четыре шпули и четыре их нужно все одинаковые. Пятидесятки купить и сорокушки. купить. Купить четыре белых, четыре черных и четыре, допустим, там каких-нибудь не черных и не белых, а таких сереньких возможно. Короче, я купила на Валберисе два отреза футер, трехнитка и к нему идет кашкарсе. Вот, прям вместе на костюм Кристины. Не буду говорить ни цвета, ничего. Вот, стрельнула в голову. Я взяла и купила. Думаю, что, я не сошью костюм, что ли? Сошью. Купила журнал. Это мне моя Асечка все советует. Люблю тебя от всей души и всей душой. Вот, она сама партниха от Бога. И она мне сказала, Тань, смотри, бурда с этими, с лекалами. Я нашла, я нашла тоже на Валберисе и купила. Купила миллиметровую, значит, бумагу и купила кальку. Так что, девчата, впереди планов мульон. Вот. Очень много. Буду и шить, а буду и вязание не брошу. Ни в коем разе. Ни в коем. Я сегодня связала, вчера, вернее, закончила вязать шаль. Связала. Сейчас я вам ее покажу. Но я, у меня ее уже нет, девчата. У нас выписывали, и я ее подарила своему врачу. Врач осталась очень довольна. Вот шаль. Вот она. Видите? Вот такая красота получилась. Вообще шикарная. Мягкая, мягкая. Вот. Отдала. И, которые я вязала носочки с собачьим пухом, я отдала там танчики. этой медсестрички. Она колола. Видите, меня как одна уколола. Саджи-жи-жи-жи-синяк. Она колола, мне вот здесь все брала. Видите, синька нет. Все аккуратненько мазала так через эти конюли. Как их зовут, я уже тоже не скажу. Наташа мне привозила. Она попадала. Вен нет у меня, девчата. Вот хоть ты тресни, вен нету. Поэтому я ей подарила эти носочки. И сегодня смотрю, она такая грустненькая сидит. Думаю, да, что-то я ее обидела. Носочки только подарила. Но я так думаю, сейчас я немножко оклемаюсь, и я туда проеду, и к Новому году ей подарю еще одну шальку. Потому что через полгода я приду к ним опять, и опять, потом и опять. Ну, коллектив просто шикарный, и когда душа поет, и хочется делать подарки, это делать нужно. Вот. Больше я ничего не вязала. Я просто там спала. Меня до того расслабили, что вообще я 10 дней была в сонной коме. Это правда, девочки. Вот в сонной коме. Вот так вот. вставала, делала процедуры, обед, завтрак, ужин, и снова брык падала. Рот не закрывался, зевота, и я спала, 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 спала. Самое главное, что у меня была моя соседка просто отличный человек. Она здешняя, приморская, с деревни, но шикарный человек, чуть-чуть постарше, и мы с ней так проводили время, просто обалдеть. Вот, вот, общались так, как будто знали тысячи лет друг друга. В общем, людей хорош очень много, да больше, чем плохих. Ой, девчата, все, допиваю кофе, иду наверх. Иду наверх, сейчас там почитаю, и потом, может быть, подключусь к вам на минутку, и с вами буду прощаться. Хорошо. Не обижайтесь, девочки, я так устала, просто сил нет у меня. А уже, кстати, вот такой кофе брала с собой, три в одном, и оно со вкусом сгущенного молока. Приехала в больницу и говорю, ой, я тут кофе набрала. Я вот такой брала, черная, и вот таких две пачки. Открывая сумку, у меня его нет. Наташа звонит, я говорю, Наташ, я кофе купила, говорит, для больницы, и я его дома забыла, она привозит мне. Уже я ее из больницы провожаю, приехали с Кристиной, холодно было. Я говорю, ну, езжайте домой. А говорю, а кофе-то ты мне привезла, она говорит, мама, я бы сейчас уехала и кофе назад твое увезла. Представляете? И такое бывает. Но вот это кофе прям мне понравилось. Может, кто-то скажет, фу, три в одном. Ну, вкусное, вкусное. Вкус-то у нас у всех разное. Правда же? Поэтому, девчата, на вкус и цвет товарищей нет. Так скажу. Сейчас пойду, доставлю электронные весы, встану на весы, взвешиваюсь, потому что я хожу и говорю, боже мой, сплю и ем, сплю и ем. Морда стала больше. Тамара смеется, я говорю, да, была 83, пришла. Ну, наверное, я поправилась. А сегодня открываю, документ мне там доктор написала. 62 года. Я говорю, ой, мне сбавили три года. Она говорит, ой, одной тут прибавили пять килограмм, что ли, веса. Она говорит, так возмущалась. Я говорю, ой, глупости какие. А я говорю, не возмущалась, на три года, говорю, помоложе стала. Видите, как хорошо. Ладно, девочки, идем наверх.